С 1 января 2019 года в России вводится измененная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь договор на оказание услуг по вывозу и размещению отходов производства и потребления должен быть заключен с каждым домовладением. Как обстоят дела с этим в Муроме, узнавала Елена Петрова. Известно, что в год на каждого жителя России приходится около 400 килограммов мусора. Твердые коммунальные отходы муромляне относят на контейнерные площадки. В разных микрорайонах города их 234. Начиная с 2015 года стали появляться новые, более удобные в эксплуатации с отсеками для раздельного сбора мусора. Только за этот год таких установлено 27. Всего же раздельный или цивилизованный способ обращения с отходами для муромлян возможен уже на 80 контейнерных площадках. Мы отделяем сегодня пластик, больше всего, немножко стекло. И в этом году экспериментально 9 контейнерных площадок построили под сбор бумаги. Мы думаем дальше, как эту проблему решать. И сегодня еще заказаны 10 контейнеров под сбор пластика. И я думаю, что мы их тоже в ближайшее время установим. Все для удобства и создания экологически чистой, комфортной среды. Как оказалось, договор на оказание услуг по вывозу и размещению отходов производства и потребления по-прежнему есть не у всех домовладений. На сегодняшний момент заключено у нас 5023 договора. Количественным составом 11 101 человек. Это составляет порядка 70%. Предстоит нам в новом году очень большая работа, потому что где-то порядка полутора-двух тысяч договоров придется заключить. Лучше всего обстоит дело у нас почему-то в районе. Это деревня Нежиловка, деревня Александровка и деревня Орлова. По мнению специалистов, хуже всего по заключению договоров обстоят дела в микрорайонах Казанка, улице Горького, Калинина, Фруктовая, штаб, улица Окская и Фанерная, улица Джаникидзе. Отсутствие договора нового СТКО, прежде всего это касается домовладений, все люди, кто не заключит в течение января, февраля следующего года договора нового СТКО, соответственно, к ним будут принесли меры административного взыскания. Соответственно, первый раз это будет штраф от 700 до 3000 рублей. Красивый, ухоженный город – задача общая. В случае, если договор об оказании услуг не будет заключен после первого административного взыскания, размер штрафа увеличится в почти двое и составит от полутора до пяти тысяч рублей. Елена Петрова, Руфин Мухамедьяров, Новости Муром.